Вот этот ручень, он без жала, не кусается, абсолютно симпатичный представитель мужского рода пчелиной семьи. Пчелами я начал заниматься с самого детства, потому что пасека была родительская, мать досматривала пасека небольшая, там три улья. И она в 1970-м бросила ее на меня, сказала, о, смотри, Иван, у тебя как хорошо получается с пчелами. Работал на пасеке, ухаживал за пчелами, получал, конечно, немного меда в конце года. Небольшая такая кастрюлька приносишь домой и говоришь, наверное, я мало собрал меда, но, говорит, ничего, мед это лучше, чем варенье. В 1996-м году я собрал 600 килограмм меда со своей пасеки. Уже в 2002-м году я получил 3 тонны меда, а где-то в году 2010-м был рекордный медосбор в районе 5 тонн. В прошлом году у меня в зимовку уходило 99 улью. За летний период пасеков вырастает где-то в полтора раза, то есть 140-150 семей находятся. Потом их все равно сокращаем, объединяем, уменьшаем. В этом году я уже откатал где-то 2 тонны меда и еще тонну планирую, что будет откатано, а может даже и больше, но это уже будет видно по результату. Сортов меда много разных, гречишный, липовый, вересковый. Самый светлый мед, это может быть рапсовый, хлопковый, так сказать, он практически белого цвета. Чуть-чуть желтизной малина, белый клевер, донник, липа. Рапсовый тот же самый мед, он считается очень даже неплохим для улучшения работы сердца. Чтобы отличить мед от фальсифицированного, по вкусу должны определить, что этот мед не отдает карамелью, потому что любой вот этот вот карамельный привкус – это показатель ненатурального меда. Если вы купили не цветочный, а падевый мед, то для его проверки лучше сдать в лабораторию, чтобы узнать, какая у него диастаза и какое содержание сахарозы. Оно не должно быть высоким. Самый неприятный момент для покупателя, что когда он в летнюю пару сейчас приобретет мед, принеся домой, через месяц или два он обнаруживает, что этот мед стал твердым, закристаллизовался, там появились крупные кристаллы, и у него сразу недоверие к меду как к какому-то фальшивому продукту. Этого не надо бояться, мед должен кристаллизоваться. Хуже, если мед не кристаллизуется. Случается, что на человека нападают пчелы. Не настолько хищники пчелы, насколько часто люди страдают от напада ос. Но если действительно на вас нападают и начинают жалить, тут уже приходится спасаться бедствам. Но если ужалило, вам надо достать жало, смазать спиртом для того, чтобы боль утихла. Или проложить что-нибудь холодное сразу. Если повышается температура, нужно принимать антигистаминные препараты или обратиться к медработникам, вызвать скорую помощь. Как бы кто ни говорил, мед очень полезен для человека, потому что и по составу микроэлементов он приравнивается к составу нашей крови. Поэтому я хочу вам сказать, люди, ешьте мед и будете здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok